И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и сегодня у нас очередной выпуск новостей по игре The Isle. Как и обещал вам, друзья, я буду время от времени показывать самые актуальные новости по игре на сегодняшний день. Также какие-то бреши среди разработчиков и прочее. Я планировал каждую неделю выпускать для вас свежие новости, но канал был украден. Нет, все в порядке, его мне вернули и мы возвращаемся к этой рубрике. Итак, друзья, в этом видео мы обсудим некоторые интересные вещи будущего игры The Isle. Ну а ты поставь лайк, жми колокольчик и обязательно подпишись. Поехали! Катаклизмы. Как нам сказали разработчики, нам не стоит в будущем ждать катаклизмов в игре. Наводнение, пожары и прочее. Вот это поворот событий. Да, нас ровно месяц назад обманули с выходом патча и тут еще это? Ну ладно, проехали. Торнадо и наводнение я увижу в свободное время в Биссов Бермуда. А я так надеялся на высохшие русла реки во время засухи обойти весь остров вдоль и поперек, чтобы утолить жажду. Ведь это и есть настоящее выживание. Ну ладно. Про питание и спаун ботов. На данный момент ИИ спавнится поблизости хищников, когда голод падает до 70% или ниже. Будет ли это происходить в обновлении? Ответ меня привел, ну, немножко говоря, в ступор. Нет, просто нет. Будут какие-то четкие правила для ИИ. То ли, я так понял, они будут находиться в определенных частях на карте, то ли их вообще не будет. Нет, ну это, конечно, не так, надеюсь. Разрабы хотят построить какую-то целую экосистему пропитания для травоядных. Нам обещали и показали в тизере ХОП, как травы жуют мило травку на лугах. Так вот, что ответили разрабы на вопрос, будет ли щипание травы обычным способом восполнить голод, или это будет временным его замедлением. Это будет как бы тормоз для голода. Если ты на поле, ты сможешь поесть травы. Питательна она? Нет. Спасет ли она тебя от голодной смерти? Да. Калории есть калории. Она никогда не заполнит твой желудок, только не даст умереть. Перенос мяса плотоядными. Вообще, я хочу рассмотреть все эти будущие фишки на фоне Ютораптора. Да и вообще, сегодня быстро пробежимся по Ютке. Как мы знаем, что для плотоядных будет введена система переноса мяса убитых Дина. Либо перенос мелких ботов, либо других джувиков-динозавров. Теперь мы сможем брать куски мяса у тел и переносить их, чтобы, например, припрятать или покормить детенышей или друзей. Нам также показали небольшую механику всего действия. Ах, да, забыл. Многие ругаются, что нас обманули разрабы с выходом патча на 14 февраля. Я, конечно, тоже ругаюсь постоянно. И на своих видео, и на стримах. Но, тем не менее, ребята, давайте потерпим и немножко подождем. Взять ту же игру на примере Сталкер. Ее разработка велась не один год. Если не ошибаюсь, то было множество новостей в течение пяти лет. Нет, конечно, нам не придется ждать патча ПЗАЛ пять лет. Но, тем не менее, игра продалась множеством миллионов копий и завоевала сердца игроков. Поэтому давайте дадим разрабам время все пофиксить и исправить баги в их новых творениях. Так, кажется, я ушел немножко от темы. Ладно, хорошо. Коллизия столкновения. Да, мы знаем, что в будущем патче нас ждет не сквозное прохождение сквозь динозавра, а якобы, что мы сможем упираться в других игроков и даже сбивать их с ног. На примере рассмотрим Юторапторов и коллизию их хвостов. Согласись, это будет круто. Переедание. Собственно, я не знаю даже, как это комментировать. Я надеюсь, что ты сейчас не кушаешь во время просмотра этого видео. Переедание или соблюдение неправильного рациона приведет к тому, что ваш динозавр прорвется рвотой, как пожарный гидрант. Это, конечно, выглядит смешно и непонятно. На мой взгляд, это точно не нужно добавлять в Зе Айл. Простите меня, но с таким же успехом можно добавить в игру, как динозавры исправляют свою нужду. Нет, боже. Что в головах у разрабов? Хотя, может, это шутка. Представляю, как еще потом можно будет понежиться в своей же рвоте. Да, ну и напоследок, друзья, покажу, что будет в следующих наших новостях. Голуби? Ах, нет, вот, вот, да. Ну и напоследок со всем я хочу, чтобы вы насладились озвучкой будущего острова в Зе Айл карты Кисло-Исперо. Ну что ж, друг мой, если тебе понравилось это видео, понравились тебе наши новости, обязательно подпишись на наш канал, жми колокольчик, жми лайк, чтобы не пропускать следующее видео по новостям Зе Айл, да и вообще просто, чтобы поддержать меня. Ну а мы скоро с вами увидимся. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Все, ребята, всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok